работой над книгой сказки открывается очень большие горизонты и вот сейчас пока я для вас записываю различные выступления свои меня мелькнула такая интересная мысль которая я думаю что она и вас тоже поразит порадует потому что она очень интересно я уже сказал что когда я изучал сказки и продолжаю их изучать я так и не смог в них найти ни одного направления ни на какого бога вообще нет таких направлений то есть все эти сказки которые русский народ сохранил который он передал они имеют у себя имена например кощей бессмертного да вопросов нет он существует но он существует не как бог который является каким-то знаете вот таким сказочным по европейскому или по какому-то другому еще принципу то есть совершенно нет в наших сказках того что есть например в греческих сказках или скажем так в греческих мифах и вот знаете я когда понял эту систему эту систему что таких богов у нас нет а все остальное описание оно в принципе о том же но другими совершенно словами и другими красками и тут меня осенило дело в том что в 19 веке вообще эта ситуация пошла с 18 начали пропагандировать христианство и религию и дело в том что естественно когда пропагандируешь новое что-то начинаешь подтягивать автоматом и опираться на какие-то древние корни и вот эти древние корни в случае с религией их пришлось выдумать одновременно с самой религией потому что смысл религии очень простой это запугать население до такой степени чтобы все боялись до последнего чтобы некоторые стали даже знаете испуганными до такой степени что матери отказывается от своих дочерей у меня была такая знакомая девушка у которой мать возглавляла хор в какой-то церкви когда дочь заболела я привез матери говорю вот я два года вашу дочь там разыскивал нашел давайте занимайтесь ее лечением на фига мне я в бога верую я пойду у меня сегодня песнопение на кафедре вы представляете когда услышал это это человек с высшим образованием светский в прошлом человек когда она заявила против своей дочери такое вот тогда моё нутро все восстало против религиозного этого бесчинства так вот естественно сама религия нужна была для тех кто намеревался завоевать власть это происходит сегодня потому что глобализм от слова глоба глоба переводится как религия поэтому то что сегодня пытаются сделать глобальное государство его просто хотят сделать на платформе авраамической религии которую миру якобы дал вот так вот знаете безвозмездно но с огромными людскими потерями тот самый сегодняшний который якобы существовал в прошлом но это дело сегодняшнего дня а вот в прошлом то как раз проблема в том и есть я когда лет двадцать тому назад приступал к этому изучению материала я тогда еще обнаружил такую странную закономерность у всех ну у многих народов существуют свои сказки но не у одного народа нет религии а у кого народа есть только религия но не существует своих сказок и вот теперь я я раньше никак не мог состыковать вот эти два момента понимаете они как-то в пазл не ложились а сегодня я могу вам сказать что просто те самые умные они переделали свои сказки в религию и самое главное что убедили все остальные народы что вот это их религия она является историей для всего остального народа и народ стал почитать их как за своих богов и вот что получилось но на том самом девятнадцатом восемнадцатом веках когда успехов к религии еще почти не было когда она только образовалась а я вам сказал что образовалась она после декортизма то есть это где-то 17 век начала религии начала вот в этот момент они начали сочинять себе какие-то корни и этими корнями они сочинили себе два народа первый римский народ римскую империю 2 греческий народ и древнюю грецию они же поблудив немножко где-то по разным местам насобирав всякой пурги они придумали что древние греки имели вот такой большой сон богов и каким-то чудом еще и у древних римлян те же самые боги были только назывались на латинском языке я еще тогда удивился думаю латынь латынь это язык мертвый мертвые у него у одного из четырех языков нету языка предка почему потому что латынь это язык ритуала латынь иврит церковнославянский и арабский это мертвые языки религии они возникли в семнадцатом веке и раньше никакой латыни никакого арабского не было поэтому когда нам говорят что вот древний рим разговаривал на латинском языке это вранье потому что в риме не было латинской школы у них были свои языки но тот же из русский кстати был местным языком поэтому его и не дают изучать другие там было знаете сколько огромное количество латины это было маленькое племя в пределах рим и она конечно не могло ничем навязать свою вот эту самую говорильню а самое интересное то что древнегреческого языка не существовал тогда и не существует сегодня я знаете одно время изучал работы в великих лингвистов когда строил все эти системы лингвистические и есть такие лингвисты их всего было на тот момент где-то человека три или четыре а потом они просто все умерли мне удалось только поговорить с одним оставшимся на то время живым это вячеслав всеволодович иванов который мне дал высокую оценку как исследователю языков и который единственный мог это дело оценить сейчас он уже по старости к сожалению ушел в мир иной но вот тогда как раз мне и было разъяснено этими профессионалами что это мертвые языки и вот тогда некоторые профессионалы говорили открыто о том самом греческом языке это была примерно знаете какая пора 70 60-е годы 20 века что даже на тот момент на 60-е годы даже на тот момент греческого языка не существовало существовал язык койни 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 это когда брались семитские слова индоевропейские слова еще какие-то слова и совмещались как вот сегодня молодежь у нас иногда разговаривает на койны когда есть русские слова и в них вплетается англицизмы вот это приблизительно койни хотя это не койни потому что мы в одной семье а вот если брать например уголовный мир когда люди вроде разговаривают на русском языке но у них основу основная база иврит вот это уже койни и древнегреческий язык он был похож на нынешний уголовный язык как такового государственного языка не существовал до двадцатого века включительно и вот когда теперь все это обсуждаешь объединяешь осознаешь то становится ясно что древнюю грецию придумали тоже где-то в семнадцатом веке для того чтобы сделать искусственные себе корни поэтому когда тогда восемнадцатом веке спрашивали у тех самых историков религиозных историков а откуда ваши данные они говорили ну как же была древняя греция вот съесть да посмотрите там столько всего хорошего был древний рим и знаете что интересно древний рим древний рим по нему написал я фамилию сейчас не помню если надо будет найдете сами по нему написал труд история древнего рима один из этих самых христиан и он написал его где-то в первых числах в первых годах двадцатого века и за этот труд за создание истории древнего рима он получил нобелевскую премию вот каким образом древняя история создавалась а мы сейчас уже между собой перемешавшись переругавшись пытаемся друг другу доказать этими старыми памятниками которых не существовал в реальности которые выдумали в девятнадцатом двадцатом веке мы пытаемся доказать друг другу свой правильный взгляд на ту самую историю и самое главное самое главное в этом моем монологе который я сейчас вам преподнес это то что не было никаких древних богов в сознании человека в сознании человека того времени до девятнадцатого века этого не было когда нам говорят что вот древние боги из тела какого-то он убил это вот пошел туда то это все было не так люди того времени точнее вот эти вот но назовем их все-таки божества но чтобы так как-то ориентироваться они совершенно другими ипостасями были их можно назвать для нас какими-то эфемерными сущностями которые несли нам такой знаете флаг предков что они были нашими предками мы как бы видели как сегодня бессмертный полк вот а мы их видим они на фотографиях наши предки но в живую их нет и мы не можем им приписать что из тела одного создали то-то из тела другого то-то нет они были тогда живыми они действовали в пределах своей жизни а сейчас они живут в нашей памяти вот как описано это все в русских сказках а вот в сказках других народов которые сейчас появляются в том числе и в китайском там уже идет переработка через христианство поэтому когда говорю я например о том же китае что ему всего полторы сотни лет это действительно так потому что даже мифы китайские мифы китайские они замешаны своей основой на христианстве которая замешана в девятнадцатом только веке на русских сказках которые замешаны на нашей своей памяти на русской уже с более древних времен поэтому никакого конечно древнего рима и древней греции не существовало и русские сказки этому дают очень сильные подтверждения как отсутствием богов греческих римских русские сказки русские сказки